Здравствуйте, дорогие друзья. Недельная глава ТЦВ много рассказывает о храме, о месбехе, о одежде первосвященника. И многие люди говорят, слушай, а зачем нам вообще это сегодня? Этот жертвенник, этот первосвященник, храма нет. Когда рассказывают там каких-то поведенческих вопросах, еще понять можно, а это зачем? Вот на эту тему я хочу рассказать урок, что это все живое, просто всматриваться надо. Вообще, если мы занимаемся, хотя бы читаем, изучение устройства Иерусалимского храма, мы обнаружим много лестниц. 12 ступеней на первый, уровень 15 на второй, дополнительные ступени. Лестницы пользовались для важнейшей церемонии храмового служения, потому что хоры и оркестр левитов располагался на 15 ступенек женского двора, и число ступенек соответствовало псалмам. Много всего, да, я не буду вам сейчас рассказывать. На верхние три ступенки стояли коины, которые благословляли народ особым благословением. Таким образом, в храме было много ступеней, которые играли важную роль в служении. Почему же для подъема к жертвеннику Тора запрещает возводить лестницу и указывает, что должен быть только пандус? Какая разница? Здесь надо вспомнить о тех различиях, которые существуют между лестницей и пандусом. Знаете, да, лестница это вот так, а пандус это напрягло. Когда у человека появляется возможность подняться вообще обычно по лестнице или по пандусу, обычно идут по лестнице. Короче, быстрее добраться до цели. И есть еще одно очень важное различие между лестницей и пандусом. При подъеме по лестнице человек немножко может постоять, устал, если посидеть даже может на ступенечках. Однако поднимаясь по пандусу, особенно такому крутому, как был в мешкане, невозможно остановиться. Нужно находиться в постоянном движении. Причем вверх и сразу же, если что, начнешь соскальзывать. Это место, где была самая близкая связь с Творцом. И Бог хотел, чтобы туда вел только пандус. Это подводит нас, мудрецы рассказали громадному выводу. Служение Всевышнему невозможно сделать с паузой. Нельзя останавливаться, там все есть, я пойду, переведу дыхание, годик отдохну. Нельзя. Ведь мы как только останавливаемся, теряется наша связь со Всевышним. И может быть об этом говорится потрясающая пословица, любая остановка это падение. Кстати, и описывается в истории еврейского народа очень интересная вещь. Руководителем поколения периода разрушения второго храма был Иханан Бензакай. И было у него пять избранных учеников. И рассказывает Мишна, что самый лучший из них был Лазар Бенарох. Написано, если его положить на весы, он перевесит всех, понимаете, вообще всех. И мы читаем, что Лазар Бенарох, все считали, что он будет руководителем поколения, преуспеет и так далее. Что произошло? После разрушения храма все мудрецы перебрались из Иерусалима в город Явне. Он стал центром еврейского мудрости того времени. Однако Лазар Бенарох решил немножечко привести себя в порядок, отдохнуть. И с женой отправился в Маус. Это такой Монте-Карло тех времен. Он полагал, что ученики последуют за ним. И там он откроет новую академию. Но ученики все поехали в Явне. Он решил тоже ехать в Явне. Но жена сказала, подожди, уговорила его. И когда через несколько лет он все же решил, поезд ушел. И после смерти Ханана Бензакая новый центр учености возглавил Иошуа Бенхананья и Элизар Бергурканас. А Элизар остался погоди. Мало того, написано там, я уже не буду... Он когда читал Тора, он ошибался уже просто в чтении Торы. Вывод. Вывод простой и понятный. Если мы хотим добиться успеха в какой-то сфере, а особенно в деле, взаимоотношении со Всевышним, ни в коем случае нельзя останавливаться. Нельзя брать тайм-аут. Человек должен двигаться вверх все время. Он должен идти, пусть медленно, пусть с трудом. Знаете, пусть хоть лежать по направлению к цели и ползти, но двигаться. Могут сказать, а что делать сегодня? Вот сегодня, вот смотрите, у нас нет возможности приносить жертвы. Но мудрецы сказали, что жертвоприношение заменяет молитву. Написано, вместо быков принесем словоот. Вот можно работать здесь. Все считают, что они хорошо умеют читать молитву. Но самое главное не это. И более даже важно. У нас есть два еще основания, на которых стоит мир. Это написано Тора и Добрые дела. Тору мы с вами учим, то есть мы занимаемся уже полезным, хорошим делать. А Добрые дела, ну давайте сегодня сделаем какое-нибудь Доброе дело. И может быть вот этот мир, который раскачивается всякими идиотами. Наконец станет более нормальный. И мы чуть-чуть сделаем шаг к приходу Машеха. Поэтому повторяю, мы с вами Тору уже сегодня учим. А Добрые дела каждый сделает свое. Брахава от Слахана Добрые дела.